Доброе утро! С вами Алена Высоцкая и сегодня я хочу поговорить о летних супах. Задача летнего супа с одной стороны накормить, а с другой стороны освежить. Именно поэтому летние супы, как правило, холодные. И сегодня я буду готовить вариацию на тему гаспачо, испанского холодного супа, хотя это скорее будет мой авторский рецепт. Берем томаты, снимаем кожицу, для этого чуть-чуть надрезаем крест-накрест их. Кладем в емкость. Все, заливаю кипяточком буквально на минутку. Все, томаты прихватились, водичку сливаем. И быстренько-быстренько заливаем холодной водой. Чем она более холодная, тем быстрее кожица останет. Вот и все. Практически они у нас готовы. И осталось дело за малым, только снять эту тонкую-тонкую кожицу. Все, сняла кожицу. Томаты чистые. Дальше я их использую для основы супа. Мне понадобятся перцы. Буквально немного, буквально чуть-чуть для вкуса, потому что основа будет все-таки это томаты. Перцы можно сильно не мельчить, поскольку все равно это будет измельчаться блендером. Просто чуть-чуть для удобства. Так, и отправляю в емкость, в которой мы будем все это замешивать. Сюда же отправляю чесночок. И томаты. Буквально на четвертинки можно надрезать, для того, чтобы легче взял блендер. Я очень люблю добавлять маленький-маленький кусочек чили перчика. Он здесь тоже, знаете, такой, как с одной стороны капсула вкуса. И помните, что нельзя переборщить с ним, иначе этот суп невозможно будет есть. Все, взбила до однородной массы. Осталось самое малость. Я добавлю сюда для запаха и для аромата буквально пару листочков базилика. Очень-очень вкусно. Очень вкусно. И сюда же вливаю масло. Растительное масло. Захотите сделать гуще суп, добавьте больше масла. Он будет взбиваться, взбиваться, взбиваться. И вплоть до консистенции майонеза при желании можно взбить. Менее густой масло нужно меньше. Я, конечно, редко себя хвалю. Этот суп я просто реально люблю. Вот и все. Осталось только подать. Для подачи обязательно подсушите тостовый хлеб. Посмотрите. Он такой совсем сухой. И для подачи вам понадобится буквально несколько листочков базилика. Аккуратно вливаю в тарелочку. И тостовый хлеб, который сушился просто в духовке без масла. Тонко нарезанный. Выкладываю рядышком. В принципе, его можно и макать в суп при желании, и можно похрустеть. Здесь уж, знаете, каждый будет сам решать, в каком виде ему ближе. Вот и все. Летом не пожалейте 15 минут и обязательно приготовьте такой суп. Я уверена, вам понравится. И не забудьте, что если сделать его более густым, добавив как можно больше масла, то это еще может быть и соусом. А соус такой подойдет и к макаронам, и к овощам, и к мясу, и к рыбе, к чему угодно. Выбирайте хорошие продукты, готовьте с удовольствием. С вами была Алена Высоцкая. Приятного аппетита!